В столице 53-й день карантина. Почти 20 семей одной из столичных пятиэтажек попали в зону риска и живут в режиме изоляции. Их подъезд закрыли на карантин. Созданы ли условия для жителей, обрабатывают ли жилой дом и в целом какой настрой у людей, попыталась узнать наш корреспондент Бахаткуль Окасова, которая работает на месте. Бахаткуль, здравствуйте. Что-нибудь удалось узнать? Приветствую, Марат. Прямо сейчас мы находимся возле одной из столичных пятиэтажек. В зону риска попали около 20 семей из одного подъезда. По ту сторону ограждения действует карантин. В режиме изоляции люди находятся ровно неделю. Как говорят местные жители, коронавирус вывели у квартирантов, причем в одной квартире живут сразу 10 человек. Как сейчас ситуация? Забрали ли этих людей врачи? И что говорят в Акимате? Сейчас мы выясним о местной жительнице Умаджан Рахимжановы. Умаджан, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот как ситуация? Известно ли об этих людях? Их забрали врачи? Что говорят в Акимате? Они забрали с этой квартиры маму с маленькой девочкой на подозрение. То, что мама заболела. У нее что ли, не знаю, муж говорит, сидит вот он. Говорит, она, мама заболела, а девочку там забрали на подозрение. А их никого не забрали. Остальные, они здесь вместе с нами. Сейчас, получается, они спокойно двигаются, выходят? Да, они двигаются. Еще есть двухлетняя девочка. Они выходят, здесь играются. А мы вместе с ними. Почему не забрали всю эту, всю семью не забрали? А вы обращались в Акимат? Что говорят? Мы звонили, вот все, подтверждение. Нигде нету. Вот замкнутый круг. 109, говорит, на 102 звони. 102, говорит, на 109 звони. Потом участковому позвонили. Участковый говорит, а нету, говорит, а у них нету, говорит, не выявили отрицательное. А что, врачи приехали, у них сразу глазомер говорят, вот у него нету. А у девочки, у нее подозрение. Они должны были всю квартиру забрать, кто живет, вернее, в этой квартире. А они, оказывается, вот он говорит, через два дня пришли, у них взяли пробу. А зато они вместе с нами живут. Почему? А можно уточнить, они являются квартирантами, да? Вы связывались с хозяями квартиры? Мы здесь живем, здесь все вот. Мы все хозяева. А что говорят хозяева этой квартиры? Мы не знаем. А зачем хозяевам? Хозяевам деньги платят, и все. Люди живут. А и не знаем, ни конца, ни края нету. Вот все звонили, мы уже какие только... Вот недавно говорили, надо позвонить на телевидение, может, что-то будет. Никто не приходит, не говорят. Не знаю, вот мужчина говорит с этой квартиры, он говорит, у нас у всех отрицательные, у жены отрицательные. Два раза взяли это на слова. А может, он скрывает, не говорит нам. Как у него отрицательные? Через два дня взяли, а он среди нас заходит. Мульжана, скажите, какие вот условия созданы? Вам доставляют продукты? Мне муж... Муж в неделю уже ходит, он... Я звоню, он мне приносит. В одном им тоже вещах ходит, не можем. Никому, никто. Никто не приходит. Участковым позвонил, а он даже и не пришел сюда. Подъезды не обрабатываются? Подъезды ничего не обрабатываются? А что говорят в Акимате? Когда уже тут карантин закончится? Неизвестно. Можем дозвониться. Не можем никуда дозвониться. Спасибо, Умаджан. Как сообщают на местные жители, сейчас они находятся в полном неведении. В полном неведении. Мы видим, что у подъезда сутками дежурят полицейские в экипировке. Людям доставляют еду. Будем надеяться, что ситуация решится. И местная власть людям все-таки удастся дозвониться до местных властей, до Акимата. И выяснить ситуацию подробнее. Марат? Спасибо. Бахатку Люкасову выходила напрямую связь со студией из одного из дворов столицы, где подъезд одной из многоэтажек был закрыт на карантин. Продолжение следует...